Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетёра». Часть первая. Любовь и ненависть. Нет! Нет! Нет, господин Сулья! Не могу! Это твоя работа, палач! Он мой власть и брат! Я вырастил его! Ведь у них нет другого палача! Это твоя работа! Мой брат невиновен! Его погубила дурная женщина! Твой брат вор! Я сквернитель святыни! Нет! Он приговорён к галерам! Но прежде ты должен выжечь на его плече цветок лилии! Нет! Позорное клеймо Франции! Иди в камеру! Не выполняй свой долг, палач! Успокойся, брат. Всё кончено. В моём плече расцвёл цветок лилии. Прости. Прости, Жоржа. Прости. Прости, брат. Это твоя работа, пьешь. Ты стал палачом, чтобы я не умер с голоду. Я ведь был совсем крошкой, когда наши отец и мать... Для меня ты пожертвовал всем. Отказался от семьи, друзей и общества. Стал изгоем. И вот как я отплатил тебе, Пьер. Во всём виновата она. Эта ужасная женщина. Я люблю Шарлотту. Верю ей. Она ждёт меня там, в Бери. Где вас считали братом и сестрой. Она всех опутала ложью. Тебя, священник, сделала преступником. Порочная, падшая женщина, воровка, лгунья. Я люблю её. Я верю ей, Пьер. Она будет ждать меня. Я не хотел говорить. Она изменила тебе, Жорж. Я ездил в Дери. Хотел уговорить её приехать сюда, к тебе. Я видел её, Жорж. Она ехала вверху. В сопровождении молодого вельможи. Властелина тех мест. Они весело смеялись, Жорж. Это ложь. Я не верю тебе. Ты лжёшь. Это подло. Ильюн уже женится на ней. Об этом уже все знают. Жорж. Забудь её. Забудь. На днях я устрою твой побег. Я уже подкупил тюремщиков. Ты уедешь из Франции. Начнёшь новую жизнь. Скоро ты будешь свободен, Жорж. Благодарю, Пьер. Да. Скоро я буду свободен. Господин судья, вы желали видеть меня? Мне очень жаль. Палач. Но твой брат... Спешал. Повесился. В камере. Сегодня ночью. Я отомщу. Я отомщу тебе. За моего маленького Жоржа. Шарлотта Баксон. Отомщу. Сегодня вечером я назову вас своей женой, Шарлотт. Противволе вашего отца, графа де ля Шерлика. Я не могу жить без вас, Шарлотт. Полгода, как вы и ваш брат-священник поселились в Бери рядом с моим замком, я увидел вас и полюбил, и вскоре понял, что и вы отвечаете мне... Да, 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 Оливье, я люблю вас. Да, да, да. Вот, уже месяц, как ваш брат, таинственно исчез. Вы обещали не расспрашивать меня, Оливье. Сегодня вы войдете в мой дом как супруга. Неужели даже теперь я не имею права узнать эту тайну? Ну, вы знаете, обо мне все. Я Шарлотта Баксон, благородного происхождения, жила в Англии. После смерти наших родителей мы с братом переехали во Францию. Он посвятил себя церкви, остальное не моя тайна. Если вы не верите мне, Оливье... Я не верю, Шарлотта. Через час я приду за вами, чтобы повезти вас в церковь. Ждите меня, любимая, ждите меня. Свершилось, Шарлотта Баксон. Могла ли ты надеяться на такое? Когда в английских тавернах матросы покупали тебя за обед и ночлег. Когда ты помогала ворам и убийцам выслеживать и заманивать жертвы. Когда вместе с несчастным Шоршем... Через час я графиня де ля сэр. Я сумела схватить свою судьбу и не выпущу ее. В чем дело? Что вам надо, сударь? Кто вы? Шарлотта Баксон, ты не забыла, Жорж? Вы... Вы... От него? Чистый, доверчивый юноша, служил Богу и людям. Ты, познавшая все грехи мира, всю грязь жизни, все неизменные страсти, совратила молодого священника, стала его любовницей, уговорила бежать. Тебе нужны были деньги, Жорж украл из церкви святые сосуды и продал их. Здесь Берри его арестовали. Всю вину он взял на себя, его осудили, его заклеймили клеймом позора. Узнав, что ты изменила ему, он умер. Что? Что вам нужно? Что вам нужно? Уйдите! Уйдите, оставьте меня, уйдите! Палач, который вышел на его плече клеймо, был его братом. Он поклялся, что и ты будешь так же заклеймена. Кто вы? Кто вы? Брат, Жорж, палач города Бетюна. Я пришел выполнить клятву. Вот железное клеймо, братцы. Вот горящая свеча. Нет! 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 Один миг и... Я выполнил клятву. Ты заклеймена, как воровка и преступница. На твоем плече лилия Франции. А теперь, если можешь, живи. Заклеймена. Заклеймена. Неужели все кончено? Ай, неужели я проиграл? Ай, плечо... Жжет плечо... Кто? Кто? Это я, Викон де л'Афер. Я пришел, чтобы повезти вас в церковь, супруга моя. Нет. Не все еще кончено. Я не из тех, кто отступает. Я иду к вам. Я иду к вам, супруг мой. Я иду. Д'Артаньян, сын мой, я не богат. Это мягко сказано, отец мой. Отправляю тебя в Париж. Я могу вручить тебе только свою шпагу. Пятнадцать и кью. И вот этого коня. Он прослужил нам тринадцать лет. Отнесись к нему, как к старому слуге. Да, разумеется. Но его масть, отец мой... Находишь, она излишне желтовата. Ну, это не главное для лошади, сын мой. И для тебя тоже. В Париже ты явишься к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров, моему старому другу. Д'Артаньян — славное имя. Наши предки носили его более пяти столетий. Поддерживай честь этого имени. Ты молод, храбр. Я научил тебя ловко владеть шпагой. Наконец-то, гасконец, сын мой. Дерись на дуэли по любому поводу. Тем более, что дуэли запрещены королевским эдиктом. И нужно быть вдвойне мужественным, чтобы драться. Король Людовик Тринадцатый уважает и ценит господина де Тревилля. В то время, как кардинал Ришелье... Кардинал... Отнесись к нему с почтением, но будь осторожен. И всегда помни, ты служишь королю и королеве. О, да. Королева Анна Австрийская, говорят... Кардинал настраивает против нее короля. Там какие-то слухи об английском герцоге Бекингеме. Будто бы он влюблен в королеву и будто бы она... Но помни, помни, королева безупречна. Защищай даже ценой собственной жизни ее честь и честь короля, сын мой. Я понял, я понял, отец мой. Я не уроню чести нашего славного гасконского рода, клянусь. Прощайте, отец мой. Прими мое благословение, сын мой. Помлавка сидит в седле мой сын, гасконец Д'Артаньян. Молот, горячий, пылок. Сумеет ли разобраться в интригах парижского двора? Король, королева, кардинал, красавец-англичанин. Черт побери, я не поручусь, что герцог Бекингем ведет с красавицей королевой Анной только разговоры о политике. Не поручусь. Я ведь тоже был молод, черт возьми. Герцог, мы одни в темной аллее. Анна, мои... Нас могут застать. Все заняты праздником, моя королева, не уходите. Не уходите. Я тайно приехал в Париж. Сюда, в Лувр, меня тоже тайно провела ваша преданная герцогиня Д'Ашеврес. Только для того, чтобы я еще раз мог повторить, я люблю вас. Да, да, я люблю вас, моя королева, я обожаю вас, Анна, обожаю. Молчите, молчите, это грех, это преступление. Преступление? Преступление любить вас, грех готовность за один этот миг отдать всю жизнь. Анна, Анна, моя королева. Милор, доставьте меня, я королева. Да, нет, вы, вы, вы женщина, вы женщина, моя возлюбленная, в этот вечер. Тише, Милор, тише, бога ради, тише. Анна, Анна, кардинал меня ненавидит, преследует у него всюду глаза и уши. Моя королева, моя королева, король подозревается. За пути, за пути, Анна, здесь только вы и я, вы и я, моя королева. Боже, Боже мой, я слабею. Анна, Анна, эта дивная ночь, музыка. Моя королева, ваши глаза, ваш голос. Да, я люблю вас. Прости меня, Боже. Сейчас я почти счастлива. Ваше Преосвященство, Байкингем здесь. Да вы что, Рашфор? Как же вы проживали? Он проник в сад в карнавальном костюме и в маске. А полчаса назад королева под каким-то предлогом покинула праздник. Обыскать сад. Задержать герцога. Анна. Анна. Уходите. Уходите, герцог. Вы добились. Анна. Королева на миг уступила женщине, несчастной и одинокой. Уходите. Анна, нет. Анна. Анна, повторите, что любите меня. Повторите, что я дура к вам, Анна. Да. Да. Люблю. Анна. Люблю. О, Боже. Боже, сюда кто-то идет. Это герцогиня Дашеврес. Не бойтесь. Не бойтесь, Анна. Анна. Что случилось, Мари? Кардинал узнал, что вы здесь. Бегите. Анна. Бегите. Анна, нет. Бегите, милорд. Бегите. Нет, я не могу покинуть вас. Забудьте. Забудьте этот вечер, милорд. Анна. Мари, спасите его. Да. Скорее. Я отведу вас к своему другу. Монсьюр, он скрылся. Его нигде нет. Упустили. Как же ему удалось скрыться? Герцогиня Дашеврес. Узнали ее карету, монсьюр. Я иду к королю, Рошфор. Побойтесь Бога, кардинал. Бекинген приехал тайно. Пробрался на дворцовый праздник в маске. Зачем это ему надо? Как-никак он первый министр английского короля. А не какой-нибудь полицейский шпик на жаловании. Сир, давно идут разговоры о войне. Да будет вам, кардинал, какая война. Ни я, ни король Карл не хотим ее. А кто ему помог пробраться на праздник? Все основания полагать, герцогиня Дашеврес. Что? Опять эта чертовка герцогиня? Это интриганка? Я же запретил ей появляться в Лувре. Ее величество королева. Так привязана герцогиня. Ее величество. Ну, ясно. Где замешан у Шеврес, там начинаются всякие темные делишки. А он, этот, Бэкингем, не виделся с королевой? Я не вправе следить, ваше величество. То вы все знаете, то вдруг не вправе. Странно. Говорят, Бэкингем хочет стать послом во Франции. Послом? Никогда. Пока я жив, этому не бывать. Господин кардинал, разыщите проклятого англичанина. Я сам поговорю с ним. Послом. Послом. Разыскать. Я бы сам не прочь. Только где? Кто? Это я, Шеволье. Я, милая Рене. Мария, вы? Но вы не одна. Милорд, это мой друг, Шеволье Арамис, мушкетер. Милорд. Герцог Бэкингем. Входите, прошу вас. В доме вы один, Шеволье? Да, милорд. У меня вы в полной безопасности. Милорд, завтра за вами придут, помогут вам вернуться в Англию. Из дома никуда не выходите. Всюду ущейки кардинала. Благодарю вас, герцогиня. Передайте ее величеству. Я все передам. Ждите вести, милорд. Прощайте, милая Рене. Мне приказано покинуть Париж. Значит, мы опять долго не увидимся, Мария. Думайте обо мне и о моей любви, Рене. А я буду вспоминать ваши прекрасные черные глаза. Уверена, мое отсутствие будет недолгим. Я нужна королеве. А сейчас ей придется очень нелегко. В чем, Ваше Величество, обвиняет меня? Ваша дружба с герцогиней Шевресс? Это интриганка, черт побери. Сударыня, я подозреваю, эта особа помогает вам не только в политических интригах, но и в любовных. Вы оскорбляете меня, Ваше Величество, эти обвинения... Я еще не обвиняю. Я только подозреваю. Не дай вам Бог, сударыня, если мои подозрения перейдут в уверенность. Вчера вечером на праздники вы виделись с герцогом Бекингемом? Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы. Да, вы умеете принять гордый вид. Это мне знакомо. Но я все равно доберусь до истины. С помощью кардинала, разумеется. Да, с помощью кардинала, который заботится о благе Франции, о чести своего короля и, наконец, о вашей чести. Дочь испанского короля, сестра испанского короля не нуждается в опеке священника, Ваше Величество. Вы не любите кардинала. Это ваше дело. Но госпожа Шеврес больше не войдет в лужу. Я вот дал приказ сослать ее в город Тур. Надеюсь, это особо не посмеет нарушить мой приказ. Боже мой, Боже мой. И ни одного друга. Кто тут? Ваше Величество. А, это ты, Констанция. Герцогиня велела передать. Герцог в безопасности, он уже уехал в Англию. Герцогиня? Велела передать. О чем ты? Ваше Величество, умоляю вас, верьте мне. Я предана вам душою и телом. Любой ваш приказ, любое поручение. Меня не заподозрят. Скромная костелянша королева, жена простого волонтерейщика Бонасье. Герцогиня давно знает меня, доверяет мне. Она просила заменить ее, помогать вам, поддерживать, быть рядом. Благодарю тебя, Боже. Ты послал мне друга. Констанция. Констанция, пусть Герцогиня скажет, ты знаешь кому. Чтобы он больше не приезжал в Париж. Это грозит ему несчастьем. Мне гибелью. Этих прелестных кошек мне прислали из Италии. Взгляните, Рошфор, какая шерсть, какая расцветка. Я плохо разбираюсь в животных, монсеньор. Рошфор, нужно, чтобы Бекингем приехал в Париж. Королева интригует против меня. Восстанавливает короля. Просит своего брата, короля Испании, войти в союз с Англией и уничтожить меня. Бекингем всесильный министр. Он фактически правит Англией. Он сделает все, чтобы доставить королеве Анне радость. А радость ей доставит только одно. Мое падение. Он не приедет, монсеньор. Ни сумасшедший живой. Он влюблен, как школяр. Неистово и безрассудно, если он встретится с королевой, а он встретится с ней. Мне будет легко уничтожить ее влияние на короля. Мы пошлем Бекингему подложное письмо Рошфор от имени королевы. Он поверит? В письме королеву просит Бекингема приехать в Париж. На этот зов он прилетит, Рошфор. Он влюблен. Нужно послать ловкого агента. Лучшую женщину. Я понял. Миледи Винтер. Какая женщина, Рошфор. Я нашел в ней незаменимого агента. Шпиона. Называйте, как хотите. Правда, стоит она дороговато. Но я не жалею. Она оправдывает все расходы. Красива, умна, ловка. Порочно. Вот главное, порочно. Лишь на всяких предрассудков с этим поручением она справится отлично. Подозреваю, мой сеньор, у нее было что-то в прошлом. До того, как она стала женой английского лорда Винтера. Сейчас она уже его вдова. И вдова богатая. А прошлое, оно есть у каждого человека, Рошфор. А англичанин лорд Винтер, который вчера приехал к вам с поручением от короля Карла, он, сеньор, ее родственник? Деверь. Брат ее покойного мужа. Между прочим, одинок. И если с ним что-нибудь случится, Миледи станет одной из самых богатых женщин Европы. Если ей повезет. Да, если ей повезет. Вот подложенное письмо, Рошфор. Поезжайте сейчас же в город Менк. Там встретитесь с Миледи. Отдадите ей письмо. Указание она уже получила. Будьте осторожны, граф. Не ввязывайтесь ни в какие ссоры. Вы не имеете права рисковать. За вами могут следить... Слушаюсь, мансиньор. Город Менк. Гоните, быстрее. Я опаздываю. Город Менк. Город Менк. Друг мой, Д'Артаньян, ты проделал немалый путь. Перед Парижем надо привести себя в порядок. Ага, вот и гостиница. О, какая роскошная карета четверкой. А в карете, черт побери, вот эта красавица. Бакиня. Человек, который говорит с ней, стоя у окна кареты, видимо, вельможи. Важный вид, надменное лицо, шрам на виске. Но разговор у них отнюдь не любовный, не будь я Д'Артаньян. Ну, какая красавица. Передайте кардиналу, граф. Я все сделаю. Кстати, миленья, Бекингем знает вас? Мы никогда не встречались. Отлично. Тем легче он поверит. Взгляните, мадам, вот так лошадь. Из цирка, что ли? Ну, всадника ведь дворянина, гордая и отважная. Мальчишка, держу пари, господец, а? Сударь! Да-да, вы, вы. Он заметил, что вы смеетесь над ним, граф. Ну, чем это вы смеетесь, милый свой государь? Да я не с вами разговариваю, сударь. Лошадь ярко-желтого цвета. Цвет, распространенный в растительном мире. Но у лошадей до сих пор как-то не встречался. Смеется над конем тот, кто не осмеется смеяться над его хозяином. Защищайтесь, сударь. О, да он выхватил шпагу. Вы, верно, спятили, милейший. Хозяин, а ну-ка, позовите снук. Пусть они посадят гасконского петушка на его оранжевого коня, чтобы он убирался отсюда. Но раньше я убью тебя, трус. Обнажайте шпагу. Уезжайте, граф, уезжайте. Не проучив этого дерзкого мальчишку. Этот дерзкий мальчишка сам проучит вас. Надеюсь, на глазах у дамы вы не посмеете удрать. Удрать? Черт возьми! Граф, вы можете все погубить и уезжайте. Ой, вы правы, милейший. Хозяин, а ну-ка, прикажите слугам вздуть нахалы, чтобы преть он не задирал прохожих. Ай, Пьер, Жан, Антуар, вы дайте мальки, лопатые метла. Задайте жару этого молодцов. Трус, трус, ты бежишь. Прощайте, я еду в Англию. До встречи в Парашек. До встречи. Удрал! Удрал! Завтра, негодяи. Хватит! Хватит! Убейте его, дураки, дураки, заваляйте! Сударь, вы живы? А этот твариный не вправду трус. Уехал, не заплатил за вина. Ух, трус и мошенник, сударь. Но она, какая она красавица. Ай, кто? Ай, кто? Вы бредите, сударь. Бредите. Кто красавец-то? Миледи... Милорд-герцог, к вам дама. Миледи Винтер. Миледи Винтер? Впусти. Я знавал вашего покойного супруга, леди Винтер. Сожалею, что мы с вами прежде не встречались. Чем могу служить? Милорд, я приехала в Англию на один день повидать сына. Когда я садилась во Франции на пакет бот, чтобы отплыть сюда, ко мне подошла дама под густой вуалью и попросила передать вам письмо. Вот оно, милорд, я выполнила поручение незнакомки. Письмо? О, Боже, от нее. О, Боже, от нее. Какое безумие, Констанция! Как он мог решиться? Он поверил, что письмо написали вы, Ваше Величество. Подло, низко. Воспользоваться его чувствами, поделать мою подпись. Только кардинал способен на такую низость. Герцогиня Шеврес просила еще передать. Герцог не уедет, не повидав вас. Он решительно отказывается уехать. Безумец! Он погубит и себя, и меня. Ваше Величество, назначьте ему день и час. Но как передать ему? Герцогиня исключается, за ней следят. Тебя герцог не знает. Герцогиня назвала мне человека, у которого скрывается герцог Бекингем. Ваше Величество, она дала мне этот платок. На нем вышат инициалы К и Б, пароль Тур и Мадрид. У человека, к которому я пойду, тот же платок, и он знает пароль. А что это за человек? Ему можно верить? Вполне, Ваше Величество. Это шевалье Арамис, мушкетер. Служит в роде королевских мушкетеров господина Дотревиль. Итак, вы сын моего старого друга Д'Артаньяна? Да, господин Дотревиль. Я приехал в Париж и... Минутку, мой юный друг. Срочное дело. Не уходите, это скоро. Артас, Артас, Арамис. Вы звали нас, господин Габидан. Господа, король решил впредь подбирать себе мушкетеров из гвардейцев кардинала. Из гвардейцев? Почему? Почему? Кардинал рассказал королю и мне пикантную историю. Вчера вечером, оказывается, шестеро мушкетеров задержались в кабачке после разрешенного часа. Совершая обход, гвардейцы кардинала арестовали их. Арестовали моих мушкетеров. Не отбирайтесь. Не отбирайтесь. Кардинал назвал ваши имена. О, я сам виноват. Ведь я подбираю себе людей. Вот вы, Артас, а зачем вы просили себе мушкетерский плащ? Вам так к лицу была бы сутана. Ведь вы же все время твердите, что собираетесь стать аббатом. А вы, Портос, на вас роскошная золотая перевесь, чтобы вешать на нее соломенную шпагу. Ну, Атас, в чем дело? Где Атас? Сударь, он болен, очень болен. Атас болен? Что с ним? Опасаются, что у него... Оспа, сударь. Оспа. Оспа. Печальная история. Болезнь может изуродовать его прекрасное лицо. Что вы тут чепуху рассказываете, Портос? Оспа в его возрасте? Он должно быть ранен, любит тысячи чертей. Я не желаю, чтобы мои люди служили посмешищем для гвардейцев. Шесть гвардейцев арестовали. Шестерых мушкетеров. Вот, господин капитан, нас действительно было шестеро против шестерых. Но на нас напали из-за угла. Раньше, чем мы успели обнажить шпаги, двое из нас уже были убиты, а Атас так тяжело ранен, что не мог подняться с земли. Нас увлокли силой, но по пути мы вскрылись, отбившись от них. Одного гвардейца я заколол его собственной шпагой. Моя сломалась после первого же выпада, сударь. Вижу. Кардинал преувеличил. Но Атас... Атас! Рана очень тяжелая, сударь. Лезвие пронзило плечо. Господин капитан, мне сказали, вы меня вызывали. Атас! Здесь Атас! Жду ваших приказаний, сударь. Я только что говорил этим господам, что запрещаю вам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю, а мои мушкетеры храбрецы вашу руку, Атас. Атас! 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 Боже мой, он падает! Он без сознания лекаря королевского! Или тысячи чертей мой храбрый, Атас умрет! Атас! Извините, мой юный друг, я заставил вас долго ждать. Как чувствует себя господин Атас, сударь? Он пришел в сознание. Слабость вызвана большой потерей крови, но опасности для жизни нет. Я очень любил вашего отца, юноша. Я могу быть полезен сыну. Направляясь в Париж, я надеялся просить у вас плащ мушкетера, но после всего виденного здесь... Ну, чтобы поступить мушкетера, нужно пройти испытания в нескольких сражениях или совершить какие-нибудь подвиги. А, между прочим, на вашем лице здоровой синяки. Вы что, уже дрались? В Менге один негодяй, не пожелавший назвать себя, оскорбил меня. Я... Но он оказался трусом и удрал, несмотря на то, что это было на глазах дамы, с которой он говорил. В Менге? Говорил с дамой? О чем? Что-то о каком-то письме упоминали кардинала. Случайно не Англичанка? Он называл ее Миледи. Высокий, бледный, черноволосый и на виске шрам. О, сударь! Сударь, если вы знаете его, скажите мне, кто он, откуда? Я должен рассчитаться с ним. Я разрешу его хоть в аду. Упаси вас Бог, юноша! Если вы встретите его на улице, переходите на другую сторону. Вы разобьетесь об эту скалу, как стекло. Что с вами? Он! Взгляните в окно, вон там! Это он! Он! Мой враг! Человек-изменка! На этот раз ты не уйдешь, от меня не гоняй! Остановитесь, как пакет! Сумасшедший носок! Нет тысячи чертей! Ты не уйдешь от меня, мерзавец! Не уйдешь! Я настигну тебя, трус! Ах, черт! Вы толкнули меня в плечо, сударь! Простите меня, господин Атос, я страшно спешу. Сударь, вы невежа. Видно, что вы из провинции. Если бы я не гнался сейчас за одним человеком! Меня вы найдете, не гоняясь за мной, сударь. Где и когда? Возле монастыря Дышов, 12 часов. Придуме 10-12. О, Портос! На великолепные пели из Портос! Да, да, да. Расчитал сон? Да. Ну что поделаешь, господа? Это входит в моду. Держу парень, это подарок дам. Ну, клянусь, я купил ее на собственные деньги. Ну да, жаль, что перевязь видна только спереди. Ты так закутался в плащ, Портос. Неужели тебе не жарко в такую жару? А я простужен. А к тому же сегодня сильный ветер. Остановитесь! Верзание! Стой! Берегись, Портос, а этот парень летит прямо на тебя! Берите, господин и сверите! Он попал тебе в отлазь, Портос! Да вы пустите ее отсюда! Да, дьявол, сука, вы спятились, что бросаетесь на людей. Глаза забыли дома? Я не глага на мышцы позволяют мне видеть. Чего не видят другие ваши перевязи? Замолчите им. Или вы получите трепку, сударь. Ого, не сильно ли сказано? Я привык смотреть в лицо своим врагам. Ну еще бы, тыл вы не покажете никому. Вы ответите за это, милостивый государь. Потом, потом, когда на вас не будет плаща. Сейчас! Сейчас! У монастыря дошел! Черт побери, конечно, я упустил этого негодяя из Менга. Досадно. Кроме того, у меня уже две дуэли с мушкетерами, перед которыми я благоговею. Я просто безмозглый грубиян. Храбрый Атос ранен как раз в то плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Что же касается Партоса, ну, тут, ей-богу, дело забавное. Спереди расшитая золотом перевязь, на спине прикрытая плащом старая кожаная. Конечно, он бы простил меня, если бы я не пристал к нему с этой перевязью. Друг мой, Д'Артаньян, если ты уцелеешь сегодня, что маловероятно, впредь будь образцово-учтивым, как этот кроткий, изящный Арамис. О, а вот и он. Па, у него из кармана выпал платок. Вот случай показать твою вежливость. Сударь, вы обронили платок, вот он. Ошибаетесь, сударь, это не мой платок. Не ваш. А, да, инициалы, К и Б. Отдайте платок, хотя он и не мой. Ну, я сам видел, как он выпал из вашего кармана, после чего вы почему-то наступили на него ногой. Я еле вытащил. Полагаю, сударь, вы не вовсе глупец. И понимаете, что без причин не наступают на носовые платки. Париж не вымощен батистом. Черт, возьми, вы не скромны, сударь. Я не забияка, у меня круткий характер, но тут скомпрометирована дама. Черт, побери. Кто же виноват, что вы роняете платки? Вы что, посланный шпионик за мной? Я проучу вас. К вашим услугам. Обнажайте шпагу, сударь. Нет, нет, не здесь. Мы против дома кардинала, а он запретил дуэли. Я согласен убить вас, но без шума. Не хочу рисковать головой, мне представляется. Она довольно ловко сидит у меня на плечах. В два часа. У монастыря дышо. Честь имею. Три дуэли за десять минут. Ну, ты не теряешь времени, друг мой, Д'Артаньян. Одно утешение. Если я буду убит, то буду убит мушкетером. Он сказал, мы против дома кардинала. Так вот, где обитает кардинал Ришелье, с которым враждует де Тривиль, которого ненавидит королева и опасается сам король. На словах его величества король Англии Карл I просил передать вашему преосвященству. Он надеется, что Англия и Франция по-прежнему сохранят дружеские отношения. Благодарю вас, лорд Винтер. Передайте его величеству, что со своей стороны я ничего так не желаю, как долгого мира между нами. Ответное письмо вы получите завтра утром. Разрешите откланяться вашей преосвященству? Я великвардейцам проводить вас. Капитан Джусак, возьмите трех гвардейцев и проводите лорда Винтера. Где вы остановились, судырь? У своей невестки, миледи Винтер, вдовы моего брата. Разве она живет не в Англии? В Англии она приезжает только навестить маленького сына. Как раз сегодня утром она вернулась во Францию. До завтра, милорд. До завтра, ваше преосвященство. Рошфорн. Я здесь, мальчик. Слышали? Она вернулась. Я иду к ней, мальчик. Осторожней, Рошфорн. Эти бешеные мушкетеры. Их дела меня не касаются, мальчик. Господин Атос, вы уже здесь, извините. Я недавно в Париже заблудился. Не извиняйтесь, сударь, это я пришел чуть раньше. Я жду друзей, они согласились быть секундантами. Вон они. Как? Ваши секунданты, господа Портос и Арамис. Конечно. Да ведь вы приезжие и не знаете. Нас так и называют. Атос, Портос и Арамис или Трое не разлучат. Вот это да. Что это значит, Атос? Я дерусь с этим господином Портос. Я тоже с ним дерусь. Только в час дня, господин Портос. Ну и я с ним дерусь, господа. Но в два часа, господин Арамис. Прежде чем мы начнем, я прошу вас извинить меня на тот случай, если не смогу дать удовлетворение всем Трое. Господин Атос имеет право убить меня первым. Это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто. А теперь начнем! К вашим услугам, сударь. Эй, эй! Господа, мушкетеры! Ну что? Бордеец и кардинал, капитан Жусак. Здесь, кажется, дерутся, а? А как же эдикт, господа? Капитан Жусак, если бы мы увидели вас в такой позиции, право мы не стали бы вам мешать. Господа, вы арестованы. Ваши шпади. Только попробуйте. Шпади на голову, мушкетеры. А вот так. Лорд Винтер в англичанин, у кардинала не служите, отойдите в сторону. Я пришел с вами, капитан Жусак, а в Англии умею драться не хуже, чем во Франции. Бордеец и шпади на голову. Черт, их пятеро, нас трое, я ранен. Господа, нас не трое, нас четверо. На мне нет мундир мушкетера, но душой я мушкетер. Испытайте меня, господа. Я юноша! Можете удалиться! Вы не мушкетер! Господа, поверьте мне, я не уйду побежденный. Как ваше имя, храбрый юноша? Д'Артаньян. Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, вперед! Передайте кардиналу, граф, Бекингем в Париже. Кардинал будет доволен вами, билетия, поэтому кошельки... Я знаю, сколько в нем, Рашфор, не трудитесь. Я должен еще кое-что сообщить вам, милетия. Сейчас, идя к вам, я проходил мимо монастыря Д'Ашо. Там сражались мушкетеры и гвардейцы. Среди дуэлянтов был ваш демерь, лорд Винтер. Лорд Винтер? Что же? Боюсь, его дело худое. Я видел, что он упал, а его противник занес одним шпагу. Тут все ясно. Ваш демерь... Вы... Вы точно видели, граф? Не отчаивайтесь, не лейте. У вас есть утешение. Он убит, но состояние-то не пропало. А вы наследница. Позволяете себе, граф. Извините, я должна послать узнать. И... Извините меня. Мушкетеры сослужили ей хорошую службу. Это черт знает, что такое, господа мушкетеры. Опять драка, стычка. Когда же это прекратится? Надеюсь, вы их здорово поколотили. Господин капитан, один убит, трое ранены. У четвертого англичанина. Бертоньян выбил шпагу, мог бы убить его, но пощадил. Англичанин поклялся ему в дружбе. Ага, значит, этот юнец показал себя как надо. Он просто молочина, господин капитан. Отважен и ловок. И отлично владеет шпагой. Поздравляю вас с прекрасным дебютом, земляк. Если я еще не мушкетер, я все-таки могу считать себя учеником мушкетеров, господин Детревель. Мушкетерский плащ мы вам сразу дать не можем. А пока я помещу вас, мой юный друг, в гвардейскую роту моего зятя Дезесара. Ах, черт возьми! Представляю, какой кислый ротик состроит кардинал, узнав о вашей победе. Один убит, двое раненых. Жесат почти при смерти. Это позор, Ашфор! Мушкетеров было всего трое. С ними был мальчишка-то, Гасконец. Ну, тот, что в Менге. Его имя Дертаниян. Ему явно покровительствует Детревель. Позор! Позор! Проклятый мушкетер! Вернемся к делу, Рашфор. Значит, Бекингем поверил? Да, мульсеньор, как вы рассчитывали. Герцогиня де Шеврес побоится действовать, даже если она и в Париже. Кто еще может устроить свидание королевы и герцога? Есть одна особая. Костелянша королевы. Королева доверяет ей. Несколько раз ее видели с герцогиней де Шеврес. Как ее имя? Констанция. Жена галантерейщика Бонасье. Муж? Да, глуп, доверчив, старше жены, лет на 30. Ну, что ж. Надо эту Бонасье устранить. Устранить, мульсеньор. Никаких ранних мер. Хорошо. Просто устранить на те дни, пока здесь будет герцог. Похитить, например. Это будет нетрудно. Она поздно возвращается из Лура. Кстати, мульсеньор, я случайно узнал, что Гасконец, это Дертаньян, который чуть не убил Джесака, ранил двух гвардейцев, победил Винтера... И чуть не напал на вас в Менге? Я не имел права драться с ним. Не сумеется. Так что же этот Гасконец? Он снял квартиру у галантерейщика Бонасье. Вы думаете, здесь есть связь? Не знаю, мульсеньор, но такое совпадение. Да-да. Стычка с вами, прием у Тревилля, дуэль на стороне мушкетеров. Наконец, живет в доме человека, жена которого замешана в личных интригах королевы Анны. Тут что-то есть, Рошфор. И мы должны это узнать. Возьмите под особое наблюдение дом этого... Бонасье. Да, Рошфор, Бонасье, да. А как приняла миледи Винтер весть, что ее деверь... Сделала вид, что в отчаянии на самом деле с трудом скрыла радость. Ей повезло, Рошфор, повезло. Повезло? Неужели так повезло? Неужели умеет? Наследница, огромное состояние, титул, сын, наследник поместья и замков? Да что же это посланный не возвращается? Кто-то бежит. Это слуга. Кто там? Кто там? Это я. Я, миледи, сестра моя. Это я. Вы, лорд Винтер, живой. Вы правы, я. Я был бы уже мертв, если бы не великодушие моего противника. Он подарил мне жизнь. Какой прекрасный поступок, не правда ли, сестра моя? Изумительно. Ой, я так благодарен этому благородному юноше, что я решил представить его вам, сестра моя, чтобы вы тоже высказали ему свою благодарность. Разрешите ему войти, он ждет внизу. Ну, разумеется. Боже, дай мне силы, чтобы не выдать себя. Не показать этому человеку, подарившему жизнь моему дебюлю, как я его не разрешу. С этого дня он нажил во мне смертельного врубя. Позвольте вам представить в Шеварье Датанянестка. О, Боже, миледи. Что, Шеварье, вы с мужчиной? Прошу прощения. Но, мадам, так прекрасно. Какой милый комплимент. Прошу вас в Шеварье садить. Я надеюсь, мы с вами станем добрыми друзьями. Ваша сегодняшняя услуга я не забуду до конца своих дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часть вторая. Он живет в доме торговца Бонасье, жена которого замешана в личных интригах королевы Франции и Беккенгема. Рошфорж, жену Бонасье устранить на время. Дом Бонасье взять под особое наблюдение. Слушай, мансиньор, все будет исполнено. Господин Даштаньян, разрешите? О, господин Бонасье, любезный хозяин. Прошу, вы пришли, чтобы напомнить о плате за квартиру? Отнюдь нет, сударь, отнюдь. Совсем по другому делу. Я решил доверить вам тайну. Говорите, сударь, я слушаю. Жена моя служит костеляншей у королевы. Королева полностью доверяет ей, вплоть до своих отношений. Ну, вы понимаете, английский герцог Беккенгем, ну, разумеется, вы слышали разговоры. Королева Франции безупречна, сударь. Да, да, разумеется, конечно. Но жена под большим секретом рассказала мне, что кардинал, который преследует королеву, вызвал герцога Беккенгем из Англии ложным письмом, как бы от имени королевы, чтобы заманить его в ловушку, открыть всю королю и погубить королеву. Ну, а вчера похитили мою жену. Ваша жена? Зачем? Да, чтобы убрать ее подальше от королевы, выведать тайны ее величества, сделать из нее шпионку, наконец. Сударь, вы благородный дворянин, вы дружите с королевскими мушкетерами. Встаньте на защиту моей жены и бедной королевы, сударь. Вы тронули меня, сударь. Сейчас ко мне должны прийти трое моих друзей, и мы подумаем, что можно сделать. Как же вы упустили, Рошфорд? Не уследить за какой-то женщиной. Когда она сбежала? Сегодня утром, мой сырье, примерно час назад. А ее муж, этот, как его, Бонасье? Думаю, он ничего не знает. Правда, утром он почти час пробыл у своего жильца, этого, Д'Артаньяна. А вскоре к Гасконцу пришли его друзья. Знаете, знаменитые? Атос, Портос, Арам... О, Господи, что за имена? Какие-то названия горы островов, а не имена. Все трое высокого происхождения, Рошфорд, по разным причинам взяли себе псевдонимы. Настоящие их имена знает только Де Требиль, ну, и, разумеется, я. Но если все головорезы вяжутся в дело... Рошфорд, немедленно арестуйте дурака Бонасье. Надо заставить его как следует разговориться. В доме оставьте засаду. Жена, конечно, прибежит домой. И пошлите для ареста отряд полиции побольше. Там эти четверо друзей, от них всего можно ожидать. Вот вам вся история, друзья. Атос, что скажете? Странная история, Д'Артаньян. И я бы добавил, скверная. Похитили женщину, ей, конечно, угрожают. Кстати, а это госпожа Бонасье, она хорошенькая. Понятия не имею, Арамис, я ее никогда не видел. Да и тревожусь я больше не о ней, а о королеве. Бекингем достоин любви, красив, отважен, благороден. Бекингем только оружие кардинала против королевы. Он подло мстит ей и хочет захватить всю власть во Франции. Господа, как хотите, я отдам все силы, чтобы разрушить его подлые замыслы, уберечь королеву от унижения и клеветы, помочь герцогу Бекингему избежать западни и, наконец, спасти несчастную женщину, если вы согласны со мной. Да неужели вы сомневаетесь в нас, Д'Артаньян? Что там такое? Тихо. Д'Артаньян, это здесь, в доме. Голос моего хозяина. Бонасье. Черт побери. Мы не дадим вас в обиду, милейший. Тихо. Стой, стой. Остановитесь, Портос. Складите шпагу в нож, вы. Молчите. Мы не можем же мы это пустить. Предоставьте действовать Д'Артаньяну, Портос. Тихо. Господин Д'Артаньян, вы же обещали. Все. Полицейские сажают его в карету. Уехали. Какого черта вы сделали эту гадость, Д'Артаньян? Чать вермушкетеров позволяет каким-то жалким солдатам кардинала арестовать несчастного, зовущего на полочке. Портос, Портос, ты глупец, а ты, Д'Артаньян, великий человек. Что? Вы одобряете поступок Д'Артаньяна? Да еще бы, черт возьми, у этого гасконца светлая голова. Господа, мы вступили в страшную борьбу, в борьбу против кардинала. Будем предельно осторожны, пусть нашим девизом станет «Один за всех, все за одного». Поклянемся, друзья. «Один за всех, все за одного». Господа, я должен идти. Да, у меня свидание с одной знатной дамой. А меня дома ждет знаменитый богослов. Ну да, у меня нет ни дамы, ни богослова. Я остаюсь. Господа, еще раз осторожность и осторожность. До встречи. Счастливо. До встречи. Я рад, что вы остались, Атос. Мне нужен совет, хотя вы ведь никогда не любили. Да? Короче говоря, вы, вы влюблены? Все сложнее, Атос. Вообразите женщину. Разумеется, ангел. Нет, скорее демона. Она увлекает, она кружит голову. И в то же время я чувствую в ней какую-то опасность. Ложь. Когда я с ней, я сбываю обо всем. Вижу только ее красоту. Я почти влюблен. Уходя от нее, перестаю ей верить. В ее голосе, в глазах мне чудится обман. Я несчастен, Атос. Господи, вы смешите меня. Ой, хотел бы я знать, что бы вы сказали, если бы я поведал вам одну любовную историю. Она случилась с вами? Нет, нет, с одним из моих друзей. Некий граф, родом из той же провинции, что и я, из Берри, влюбился в девушку, прелестную, как сама любовь. Она жила в деревне вдвоем с братом, священником. Никто не знал, откуда они кто. Но, по слухам, они были хорошего происхождения. Мой друг был полным властелином тех мест. Он легко мог бы взять ее силой или соблазнить. Но он был благородный человек, и он любил ее. Он женился на ней. Аллах! Глупец, осел, критик! Почему же, если он любил ее? Он увез ее в свой замок, сделал первой дамой провинции. Но однажды во время охоты она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился к ней. Платье стесняло ее. Он разрезал его кинжалом и обнажил плечо. Угадайте, что было у нее на плече? Д'Артаньян. Цветок лилии. Она была за клеймена. За клеймена, как воровка. Проститутка. Беглая преступница. Ужасно. Что же сделал граф? Он связал ей руки за спиной. Привязал к дереву и оставил одну. А сам в тот же день навсегда покинул те края. Она умерла? Не знаю. Вероятно, не знаю. А ее брат? Сбежал еще раньше. Он был попросту ее любовником. Вы побледнели, Д'Артаньян? Как вы еще молоды? Забудьте эту историю. Это была сказка. Да. Кстати, Абоносей. Положение серьезнее, чем вы думали, Д'Артаньян. Кардинал сметает на своем пути все препятствия. А из этого трусливого купчишки он вытрясет все. Пойду-ка я узнаю насчет дежурства и вернусь к вам через полчаса. Сейчас вам нельзя оставаться одному. А мою... Мою сказку забудьте. Сказка, как он сказал, прелестна, как сама любовь. Вот и миледи опьяняет, манит, а в глазах холод. Что там такое? Это внизу, у Абоносей. На помощь! Помогите! Спасите! Женский голос! Черт побери! Бандиты там, что ли? Господа, господа, я хозяйка этого дома. Я госпожа Абоносей. Я служу королеве. Вас-то мы и поджидали. Держите ее. Помоги! Держитесь, сударыня! Я иду к вам! Это еще кто такой? Негодяи! Сейчас же отпустите ее, мерзавцы! Солдаты, несите ее в карету! Живее! Ах, вот как! Ну, вы сейчас узнаете, что такое шпага дворинира, мульскетера! Берегите перья, поздно это у нее! Все, разлетелись, как ворули, убежали, трусы! Негодяи! Сударыня! О, она бессознание! Сударыня! Сударыня! Так это и есть госпожа Абоносье. Но она очаровательна! Боже мой! Как она очаровательна! Платок, метка, К и Б. Значит, выпал из ее кармана. Ну же, сударыня! Сударыня! Придите в себя! Очнитесь! Все прошло, они удрали! Это вы меня спасли, сударь! Благодарю! Любой дворянин на моем месте! Кто эти люди? Где мой муж? Это люди кардинала, а господин Абоносье в Бастилии. О, Боже мой! Но он ни в чем не виноват! Сударыня, а они освободили вас, или... Значит, вы знаете, нет, я убежала. О, это хуже. Теперь ясно, что здесь они ждали вас. Но мне необходимо было сегодня освободиться. Сыщики, которых я прогнал, сейчас вернутся с подкреплением, если они застанут нас здесь. Ой, вы правы, правы, бежим скорее! Бежим! Они должны быть еще здесь! Дверь открыта! Никого! Неужели убежали? Черт возьми! О, сержант! Вон какой-то мушкетер идет к дому. Наверное, это гасконница Д'Артаньян, о котором говорил граф Рашфор. Хватайте его! В чем дело? В чем дело? Да как вы смеете? Черт поделить! Вы, господин Д'Артаньян, отвечайте... А, Д'Артаньян! Да-да, господин Д'Артаньян-гасконец! О, вы так полагаете! Не вздумайте отпираться! Значит, вы уверены! А зачем вам, господин Д'Артаньян? Сударь, вы арестованы за сопротивление властям! К вашим услугам, господа! Д'Артаньяну сейчас свобода нужнее, чем мне. Идите! Как вас зовут, сударь? Кого мне благодарить? Шевальер Д'Артаньян, гвардеец и ваш жилец. Еще раз благодарю. А теперь я пойду одна. Ночью по улицам Парижа? У меня важное дело. Меня ждут, сударь. А, возлюбленный? О, боже мой, нет. Прошу вас, оставьте меня. Но вы подвергаетесь опасности. Ну, просто я должна выполнить поручение. По крайней мере, какая улица вам нужна? Вот эта, вот эта улица в Ажерар. О, здесь живет мой друг, мушкетер Арамис. Впервые слышу это имя. Послушайте, платок, который выпал из вашего кармана, точно из-за такого же я чуть не поддался с Арамисом. Сударь, умоляю вас, молчите, не спрашивайте. А если бы у вас нашли этот платок, это улика? Да молчите же, это не моя тайна, молчите. Не надо опасаться тех, кто вас любит. Как быстро вы заговорили о любви. Только сейчас я понял, что такое любовь. Знакомство со мной может стоить вам жизни. Тогда тем более я не покинул вас. Сударь, я вызываю к чести военного, благородство дворянина. Полночь я опаздываю. Я ухожу, сударыня, ухожу. Я полюбил вас. Я верю вам и хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если она граничит с глупостью. Прощайте, сударыня, прощайте! Обьется сердце. Этот юноша, неожиданная встреча, он взволновал меня. Я чуть не забыла о главном. Улица Бажера. Дом, дом. Вот он. Тур и Мадрид. Мадрид и Тур. Платок? Вот. Он здесь? Да. Милорд, я готов сопровождать... Не надо, шевалье Рамис. Это привлечет внимание. Мы пойдем вдвоем. Опустите пониже шляпу, милорд, и закутайтесь в плащ. Хорошо, что вы надели костюм мушкетеры. У заставы вас ждет оседланная лошадь, милорд. Я перед вами в долгу, шевалье. Герцогиня Дашеврес просила передать, что помнит. Вы скоро получите письмо. Благодарю, милорд. Я думала, она забыла меня. Вас любит шевалье, мадам, в вашу руку. Идемте. Я полюбил. Это любовь. Идиот, мне казалось, я могу увлечься миледи. О, глупец. Вот она, настоящая констанция. Любовь моя единственная. Какая ночь, какие звезды. Не хочется идти домой. Наверное, в эту ночь многие отдаются любви. Взаимной и нежной. Вон идет пара, конечно, влюбленной. Она держит его под руку. Он мушкетер, видно, по одежде. Несомненно, молод, дворянин. Она стройна, легка. Стой, стой. Что-то знакомое в движениях. Не может быть. Констанция. Это она. Я сам набросил эту накидку ей на плечи. А мужчина? Ну, конечно, Арамис. Ой, я обманут. Обманут другом. Обманут женщиной, которую люблю. Она клялась мне, что не знает Арамиса. И вот, я не прощу этого. Я узнаю правду. Сударь, остановитесь. Что вам угодно, милостивый государь. Это не он. Вы приняли меня за другого, я прощаюсь. Но, ваша дама... Ах, сударь, вы дали мне слово. А вы, сударыня, вы... Отойдите с дороги, сударь, или я... Что, дуэль к вашим услугам? Ради бога. Ради всего святого, милорд, нет. Как? Милорд? Да, да, это герцог Бекингем. Вы можете погубить всех нас, несчастный. О, милорд и вы, сударыня. Простите, простите меня, но я люблю ее, милорд, и ревную. Вы знаете, что такое любовь, милорд? Что я могу сделать, чтобы искупить... Вы славный юноша. Как ваше имя? Шевалье Д'Артаньян, милорд. Я запомню. Проводите нас, шевалье, и если заметите, что за нами следят... Я пойду за вами с обнаженной шпагой, милорд. Вот, Констанция, куда мы идем? В Лувр, к ее величеству. Герцог, я не писала того письма, вы же знаете. Вот да, ваше величество. Я был безумцем, поверив. И все-таки я вижу вас. Вижу вас, моя королева. Я согласилась на встречу, чтобы сказать вам. Мы видимся в последний раз. Нас разделяет все. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв. Ничего нет более святого, чем любовь. Я никогда не говорила, что люблю вас. А тут вечер. В саду, в аллее, вы забыли, Иоанна. Молчите, герцог. Герцог, тот вечер. Вести переговоры, король Карл поручит мне. И тогда уж ваш супруг не посмеет не принять меня. И хоть на мгновение, но я увижу вас. Правда, тысячи людей заплатят жизнями за это счастье. Но что мне за дело, если я увижу вас? Ваши доказательства любви почти преступление. Да. Да. Меня заманили в ловушку, но я благодарен тем, кто это сделал. Я еще раз говорю с вами. Вижу вас, моя королева, мое божество. Пусть даже это будет стоить мне жизнь. С некоторых пор у меня вообще предчувствие близкой смерти. Ой, герцог. Моя королева. Герцог, меня тоже мучают предчувствия. Я видела сон. Вы лежите на земле, раненые, в крови. Раненые? Раненые в левый бок ножом? Да, в левый бок ножом. Кто рассказал вам мой сон? Анна. Анна, вы любите меня, любите. Иначе разве у нас были бы одинаковые предчувствия, одинаковые сны? Вы любите меня, Анна. Ради всего святого уходите, герцог. Оставьте меня. Люблю я вас или нет, но своих клятв я больше не наручу. Уезжайте. Уезжайте. И возвращайтесь как министр. Как посол. Пусть вас охраняют. Я не буду трепетать за вашу жизнь. Анна. Я буду счастлива видеть вас. Анна, это правда. Любовь моя, это правда. Да, 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 да. Только уезжайте из Франции. Скорее, скорее. Анна. Анна, в знак вашего обещания. Дайте мне что-нибудь ваше. Вещицу. Пустяк. Пустяк, чтобы я мог носить. Что-то равно. Хорошо. Хорошо. Возьмите этот ларчик. В нем алмазные подвески. Их мне подарил король. Храните их в память обо мне. И уезжайте. Уезжайте. Не позднее, чем через полгода, Анна, я увижу вас. Хотя бы для этого мне пришлось перевернуть небо и землю. Прощайте. Прощайте. Прощайте, любовь моя. Моя королева. Мое божество. Прощайте. Прощайте. Боже. Боже мой. Боже мой. Только бы ему удалось скрыться. Если об этом узнает кардинал, я погибла. Они виделись, ваше Преосвященство. Так. Кто им помогал, Рошфор? Это маленькая негодяйка Бонасье. Мы потерпели поражение. Есть одна зацепка, монсеньор. Королева, по-видимому, отдала Беттингему алмазные подвески. Те, что подарил ей король. Это точно? Ошибки нет? Госпожа Лануа, которую вы сами представили следить за королевой, монсеньор, заподозрила неладное. Сделала вид, что ищет подвески. Подняла тревогу. Королева очень смутилась. Сказала, что отдала ювелиру починить застежку. Ювелир ничего не знает. Прекрасно, Рошфор. Мы можем отыграться. Разошлите людей на розыск Бекингема и Шеврес. Хотя, верно, оба давно скрылись. И еще. Этого торговца Бонасье арестовали? Он здесь, монсеньор, в нижнем кабинете. Как раз сейчас его допрашивает комиссар. Арестовали и госконца де Ортаньяна. Я спущусь вниз, Рошфор. В том кабинете тонкие стены. Послушаю, а если будет надо, вмешаюсь. Вы обвиняетесь в государственной измене, сударь. Побойтесь бога, господин комиссар. Несчастный торговец, далекий от политики. Где ваша жена, господин Бонасье? Я же говорил вам, что ее у меня покидят. Да, но вчера вечером она сбежала. Я спрашиваю, где она? Ну, я-то тут при чем? Я же сам арестован. Зачем вы вчера ходили к господину Д'Артаньяну? Он просил помочь мне разыскать жену. Он обещал. Но потом он отступился от меня. Приспокойно дал меня увезти. Враги! Д'Артаньян сговорился с вами. Он разогнал полицейских, которые пришли арестовывать вашу жену, и скрыл ее. К счастью, Д'Артаньян в наших руках. И сейчас вам будет устроена очная ставка. Введите господина Д'Артаньяна. Господин Д'Артаньян, расскажите нам. Позвольте, позвольте. Это вовсе не господин Д'Артаньян. То есть как? Да не он. Не он. С этим господином я не знаком. Ваше имя, сударь? Атос. Атос? Ну, вы сказали, что вас зовут Д'Артаньян. Ничего подобного. Меня спросили вы, господин Д'Артаньян. Я ответил, вы так полагаете. Страшники закричали, что они в этом уверены. И я не стал с ними спорить. Вы, господин Д'Артаньян, черт возьми! Вот видите, вы снова это утверждаете, господин комиссар. Господин комиссар, господин комиссар, ну вы посмотрите. Этот господин муркетер. А господин Д'Артаньян мой жилец, гвардеец. Правильно, черт возьми. Ну что же это получается? А, господин комиссар, если я вам больше не нужен... Караульный, отведите арестованных в их камеры. Одну минуту, комиссар. Ваше предсвященство. Мало судебного. Кардинал, я погиб. Господин Атос, вы свободны. Изменить ошибку моих людей. Комиссар, дайте мне бумаги Бонасье и оставьте нас вдвоем. Слушаю, ваше предсвященство. Вы обманули меня, господин Бонасье. Я? Чтобы я обманул ваше предсвященство? Вы в заговоре с герцогом Бекингемом и герцогиней Д'Ашеврес. Вы не станете отрицать, что вам знакомы эти имена? Да, мансиор, да. Жена называла их мне. Но я ни в чем не виноват, мансиор. Я не обманывал вас. В таком случае вы должны рассказать мне все. Что вам известно об отношениях вашей жены и госпожи Д'Ашеврес. Ну, мансиор, я никогда не видел этой дамы. Она не приезжала в ваш магазин? Нет. А, впрочем, да. Мансиор, да. Два раза приезжала знатная дама. Спрашивала жену. Она заказывала какую-то вышивку. Вы не слышали, о чем они говорили? Нет, нет. Каждый раз жена отсылала меня в дом. Очень покладистый муж, господин Бонасье. Этой даме не нужна была вышивка. Это была герцогиня Д'Ашеврес. Да? Верно, верно. А я потом удивлялся. Странно, что такая знатная дама и сама приезжает за вышивкой. А жена только смеялась. Ваша пряосвященность была. Я на коленях перед вами. Вы великий кардинал. Вы гений. Да встаньте, встаньте, друг мой. Обопритесь на мою руку. А, кардинал коснулся моей руки. Назвал меня другом. Вы ни в чем не виноваты, любезный господин Бонасье. Вот вам сто пистолей, простите меня. Простить вас, монсеньор. О, монсеньор. Я... До свидания. Надеюсь, мы еще увидимся. Я весь к услугам вашего Преосвященства. До свидания. До свидания. Ступайте. 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 Вот. Человек, который отныне даст себя убить за меня. Монсеньор, они скрылись. Как мы и предполагали, Рошфор. А что с этим Бонасье, монсеньор? Я сделал из него шпиона, который теперь будет следить за своей женой и доносить мне. Я иду к королю Рошфор. Как? Бекингем опять был в Париже? Зачем? Полагаю, чтобы вступить в загор с вашими врагами, ваше величество, с гугенотами-испанцами. Нет, клянусь, нет, чтобы посягнуть на мою честь. Сир, как вы можете допустить такую мысль? Ее величество так любит. Ваше величество... Позвольте уж мне иметь свое мнение на этот счет, кардинал. Любит. Этого подлого Бекингема она любит. А не в заговоре против меня. Бекингем виделся с королевой? Ее величество так благоразумно, сир. Ну, значит, они переписываются, я убежден. Как не тяжело мне допустить подобную мысль, сир, но одна из дам ее величества, преданная вам, сообщила мне, что ее величество действительно писало какое-то письмо всю ночь. Кардинал, я должен получить это письмо. Конечно, написала его этому Бекингему. Пригласите сюда ее величество, королеву, сейчас же. Не уходите, кардинал. Останьтесь. Слушаюсь, сир. Только отойдите в сторону. А вот и она. Ваше величество, мне передали, вы хотите видеть меня? Мадам, кому вы писали этой ночью? Что за письмо? Государь. Вы еще не могли успеть отослать письмо. Где оно? Я требую у вас это письмо, мадам. Ваше величество, женились на принцессе из королевского испанского рода не для того, надеясь, чтобы сделать из нее рабыню. Я вас спрашиваю, где письмо? То, что я писала, это мое личное дело, сир. Отдадите вы мне это письмо добровольно, мадам. Ваше величество, опомнитесь. Отдайте его, или я сам возьму его у вас. Насильно? Я прикажу сделать обыск в ваших комнатах. Я обращусь за защитой к своему брату, королю Испании. А у меня есть армия, чтобы ответить ему письмо. Письмо. Молчите. Хорошо, я сейчас позову канцлера, сыщиков. Не трудитесь, ваше величество, письмо здесь, со мной. Я был уверен. Письмо. Я требую, Анна, письмо. Вот оно. Разрешите удалиться, мне нехорошо. Как будто бы мне очень хорошо. Брат мой. Брат мой. О, письмо-то оказывается к королю Испании. Так, 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 так. План против кардинала предлагает своему брату и австрийскому королю вступить в союз, пригрозить Франции, поставить условием сохранения мира отставку кардинала. Отставку кардинала. Черт возьми, и только-то, да тут ни слова любви, ни слова. А я вам говорил, ваше величество. А я и забыл, что вы тут, любезный кардинал. Государь, уступите ее величеству. Удалите меня. Ну, вот еще. Королева должна быть наказана за дерзость. Ваше величество, вы и сами виноваты. Вы были с ней очень суровы. Вам надо примириться. Сделайте первый шаг. Первый шаг? Я? Да и какой найти предлог? Дайте бал, государь. Королева обожает танцы. Как раз через неделю городские старшины устраивают празднество. Кстати, попросите ее величества надеть на бал алмазной подвески, которую вы подарили ей. Вы увидите, она не откажет вам в этой просьбе. Что ж, попробую. Бал. Черт побери, бал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот именно. Черт побери. Кашфор. Я здесь, Ваше Преосвященство. Срочно найдите мне леди Винтер. Она мне нужна. После того, что произошло, Ваше Величество... Ну, не дуйтесь, Анна. Чтобы загладить обиду, я решил сделать вам приятное. Мы дадим бал. Танцуйте в сласть. Бал? Правда, государь, а когда? Кардинал сказал, через неделю. Так это он дал вам мысль? Да, мадам. И, по-моему, это очень любезно с его стороны, после всех гадостей, которые вы о нем написали. Кстати, наденьте на бал алмазные подвески. Это мое требование. И алмазы тоже совет кардиналу? Моя просьба вам неприятна? Нет, государь, нет-нет. И прекрасно. Иду заниматься делами. Я погибла. Погибла. Ваше Величество, Констанция. Ты слышала? Я погибла. Алмазы надо вернуть, Ваше Величество. Надо немедленно послать кого-нибудь в Англию, герцогу. Ну, Боже мой, кого? Кого послать? Верьтесь мне, Ваше Величество. Я найду посла. Только напишите герцогу два слова, иначе он не поверит. А, это вы, супруга моя, наконец-то. Хорошо, что вы дома, супруг мой. У меня к вам важное дело. Вы сейчас же отправитесь в Лондон. Вот еще. Зачем? Это мне нужно. Это мне нужно. Вы отвезете письмо. Вечные интриги. Нет уж. Нет. Благодарю. Теперь меня не проведешь. Великий кардинал мне кое-что разъяснил. Кардинал? Вы виделись с кардиналом? Да. Я признаю только власть великого кардинала. Я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры этой испанки. Ну, вам заплатят большие деньги. Я не нуждаюсь. Граф Рошфор платит достаточно. Граф Рошфор? Да. Который похитил меня, мучил, который преследует меня и королеву, вы подлец, сударь. Сударыня, вы, вы в своем уме. Подлец и негодяй. Как? Ой, ну, впрочем, это ваше дело. Что я понимаю в политике? Я женщина. А кому я должен был передать письмо в Лондоне? Пустяки, пустяки. Женский каприз. Забудем об этом. Ну, хорошо, хорошо. Я покину вас, дорогая. На полчасика я назначил свидание. Приятеля. Приятеля, да. Негодяй, негодяй. Подлец, трус. Дурак. У вас жалкий муж, дорогая. Д'Артаньян! Вы, вы все слышали. От слова до слова, такие тонкие стены. Не плачьте, Констанция. Я понял. Королеве нужен человек, который бы поехал в Лондон. Жду ваших распоряжений. А что мне по рукой? Моя честь дворянина и моя любовь. Если вы предадите меня, клянусь Богом, я покончу с собой, даже если мои враги пощадят меня. Слушайте же. Боже, сначала я скажу вам, как люблю вас, как ждал встречи. Пусть эти полчаса будут нашими. Констанция. Потом я послужу королеве. Какую вы сделали глупость, Бонасье? Надо было согласиться, расспросить, взять письмо, наконец. Я растерялся, господин Рашфор. Но я и справа. Можно. Она больше не поверит. Я иду к кардиналу. Пора, Милая, не можешь сейчас вернуться. Возлюбленная моя, Констанция, жизнь моя. Королева ждет. Она умирает от тревоги. Любишь? До конца дней. Ну, тогда говори, что я должна сделать. Это твоя служба. Детревель, выпроси для меня отпуск. Ну, тогда слушай. Вот письмо герцогу. Значит, она посылает до конца к Бекингему. Идиот, Бонасье. Он бы мог все узнать, мансиньор. Бонасье отказался. Кого же еще? Ну, Рашфор, я уверен, они уговорят Гасконца. Миледи Винтер здесь. Ждет, мансиньор. Миледи. Ваше Преосвященство. Миледи, не теряя ни минуты, вы поедете в Лондон. Будьте на первом балу, на котором появится Бекингем. На его камзоле вы увидите алмазные подвески. Их двенадцать. Двенадцать. Два из них вы должны срезать, чтобы через четыре дня они были у меня. Четыре дня. Знайте, в Лондон едет человек, который способен сорвать нам игру. КОНЕЦ Его Величество умеет устраивать балы, Милорд. На этот раз Винтер не просто бал. Маскарад. Какие изящные алмазы на вашем камзоле, Милорд. Я впервые вижу эти подвески. А мильные? Нет, они даже не слишком ценные. Но я отдал бы за них все. Достояние, титул, даже жизнь, Винтер. Вы печальны, Милорд. Прежде вы так любили балы. Прежде. Прежде, да. Но теперь я стал другим. Милорд, поглядите, вон та цыганка в маске весь вечер не сводит с вас глаз. Берегитесь, Милорд, цыганки опасны. Я заговорен, Винтер, даже от цыганок. Она идет сюда. Я удаляюсь, Милорд. Все-таки бал. Вы единственный человек на балуне в маске, Милорд. Ты меня знаешь, цыганка? Кто в Англии не знает герцога Беккингела во Франции? Вас знает не хуже и любит горячее. О чем ты, маска? Не понимаю. Хочешь погадать? Отойдем отсюда. Здесь нет света. Я накину тебе на плечо свою шарь, возьму твою руку и все скажу. Тебя ждут. О тебе думают, тебя любят. Все против вас. Кузни врагов, зависть, ревность, политика, но твоя любовь. Замолчите. Кто вы? Снимите маску. Мне кажется, я где-то слышал ваш голос. Снимите маску. Вы слишком много знаете, сударыня. Тут карнавал. И больше ты меня не увидишь, счастливый возлюбленный. Милорд. Милорд, прибежали из замка. К вам конец из Франции. Из Франции? Скажи королю или дела, Винтер. Кардинал был прав. Гасконец. Гасконец страшный противник. Помни их, и королева берет обратно. Милорд, кардинал. Подложное письмо теперь подвески. Шевалье. Шевалье, сколько у нас дней? Три дня было. Успей. Сейчас я дам приказ. Без моего разрешения ни одно судно не сможет выйти в море. Миледи не покинет Англии прежде вас. Мой ювелир сделает мне новые подвески. Он будет работать день и ночь, не выходя из моего дворца. Слово Бекингема. Алмазы будут поставлены королями. Станте, начинается бал. Его нет, я погибаю. Он приедет, Ваше Величество. Он приедет. Ну, вы готовы, Анна? Я... Я занималась туалетом, государь. А почему вы не надели алмазные подвески? Я же просил. Ваше Величество, простите. Я торопилась в ратушу, забыл их в Лувре. Сейчас за ними послали пять минут. Я жду десять минут. Встреча, Констанция. Все кончено, мне нет спасения. Ангел, вы в таком виде? В чем дело? Господин Депривиль, нужна ваша помощь. Королеве грозит гибель. Сейчас я расскажу вам. Не надо. Говорите, чем я могу помочь. Проводите меня в ратушку в покое королевы. Лошадей, немецки, да! Ваше Преосвященство, я уже перестал ждать вас, миледи. Были препятствия, мой сеньор. Вот подвески. Два. Отлично. Гасконец не мог опередить вас? Это исключено. Я ехал в карете, запряженной шестеркой. Что ж, надо подойти к королю. Ваше Величество, пора бы начинать бал. Королева задерживается, кардинал. Государь, если королева наденет алмаз... Вы сомневаетесь, господин кардинал? Ну, мало ли что, сир. Потеряла, забыла. Наденет, сосчитайте подвески, государь. И если их окажется только десять, не откажите передать Ее Величеству вот эти два. В чем дело, кардинал? Все время вы об этих подвесках. Ее Величество, королева Анна Австриевская. Ну, наконец-то. Вы прекрасно выглядите, мадам. Давно не видел вас такой радостной. Амин. И алмаза на вас. Но, кажется, двух не достает. Черт побери, никак не сосчитаю. Я предлагаю вам... Как, государь? Вы дарите мне еще два? Как вы щедры. Но ведь тогда у меня их будет четырнадцать, государь. Да. В самом деле. Кардинал, что это значит? Государь, я хотел преподнести эти два подвеска Ее Величеству. Но не осмелился и прибегнул к этому способу. Я тем более признательна вашему преосвященству, что эти два подвеска, наверное, стоят вам столько же, сколько стоили Его Величеству все двенадцать. Государь, начинается танец. Поздравляю вас, милейте. Кажется, первый раз вы проиграли. Гасконец все-таки перехитрил вас. Я женщина, мой сеньор, и у меня ваша школа. Игра еще не окончена, и я надеюсь отыграться. Прощайте, мой сеньор. Я ухожу, я утомлена. И танцы меня не увлекают. Ну-с, последняя карта будет у меня. Здесь кто-то есть. Гасконец. И с ним... Я сделал это для тебя, Константин. Я думала, у меня разорвется сердце. Когда я тебя увижу, любовь моя. Сейчас мне нельзя уйти. Я должна помочь королеве после балла. Завтра. Ты знаешь павильон в сын-клуб? Я найду, найду. Когда? Буду ждать там завтра в десять вечера. До завтра, возлюбленная моя. До завтра, любви. Вот она, моя последняя карта. Хм, козырная карта. Хм, козырная карта. Хм, козырная карта. Часть третья. Шпаги наголо, господа. И да здравствует жизнь. Когда мы увидимся, Констанция? Я буду ждать тебя завтра, мой возлюбленный. Десять вечера в павильоне Сен-Кло. До завтра, любовь, Павильон. До завтра. Завтра. Десять вечера. Павильон Сен-Кло. Вот она, моя козырная карта. Завтра вечером. Вы узнаете, господин Д'Артаньян, как умеет отыгрываться за свое поражение Меледи Винтер. Ее похитили, друзья, похитили. Констанция? Да, да. Д'Артаньян. Успокойся, успокойся, Д'Артаньян. Выпей вина. Выпей. Ты был в павильоне Сен-Кло? Да, я пришел туда. Дверь настежь, полный разгром. Конные стекла выбиты, стол опрокинут, следы отчаянной борьбы. И сторож, старик, сначала молчал, я дал денег. Он рассказал, да, молодая, красивая женщина, кого-то ждала. Подъехала карета, трое мужчин ворвались. Сторож слышал громкие крики, она звала на помощь. Потом ее, завернутую в плащ, вынесли и положили в карету. И все, все кончено. И для меня теперь все кончено. Подожди, подожди, Д'Артаньян. Если бы ее хотели убить, ее убили бы там же, на месте. Ее увезли, значит, она жива. Значит, мы спасем ее. Не отчаивайся, Д'Артаньян. Нас четверо. Помни наш девиз. Один за всех, все за одного. Да, кардинал, он мстит мне за алмазы. Господин Д'Артаньян, гвардеец? Да, это я. Что угодно, сударь. Его преосвященство кардинал Ришелье просит господина Д'Артаньяна незамедлительно явиться к нему. Зачем? Прошу вас следовать за мной, сударь. Я готов. Мы пойдем с тобой, Д'Артаньян. Будем ждать у выхода. Но, господа... Мы пойдем с ним. Вам ясно, сударь? Что ж, на этот счет я не получал никаких указаний. Идемте, господин Д'Артаньян. Его преосвященство ждет. Итак, сударь, это вы, да, Д'Артаньян из Гасконе? Да, мой сеньор. Вы приехали в Париж сделать карьеру, не так ли? Мой возраст. Возраст безумных надежд, мой сеньор. Это для глупцов. А вы умны. Предлагаю вам чин лейтенанта в моей гвардии, сударь. А после войны она скоро начнется командование ротой. Что же вы молчите? Монсеньор, я состою в гвардии Его Величества. Все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля. А враги по какой-то роковой случайности служат вашему преосвященству. Если бы я принял ваше предложение, меня бы дурно приняли здесь у вас. И на меня дурно посмотрели бы мои друзья. Другими словами, вы отказываетесь служить мне. Монсеньор. Довольно. Я не сержусь. Но вы сами понимаете, сударь. Если мы защищаем и вознаграждаем наших друзей, то ничем не обязаны врагам. Вы свободны. На прощание мой совет. Берегитесь, господин Д'Артаньян. Ибо с той минуты, как вы лишились моего покровительства, никто не даст за вашу жизнь ни гроша. Ступайте. Рошфор, слышали? Он просто глуп, монсеньор. Больше всего мне бы хотелось, чтобы эти четверо друзей служили у меня. Жаль. Рошфор. Передайте Миледи. Теперь она может делать с ним все, что ей вздумается. По сути, он покупал мне. Я отказался. Молодец. Ты правильно сделал, Д'Артаньян. Вы сделали то, что должны были сделать, Д'Артаньян. Но, может быть, вы совершили огромную ошибку. Я не думаю о себе. Я боюсь за Констанцию. Куда ее увезли? Кто? Конечно, без кардинала тут не обошлось. Я иду на дежурство. Поговорю с солдатами, они могли что-то слышать. Позже увидимся, друзья. А я попробую что-нибудь узнать через духовника королевы. Через час мы должны встретиться. Атос, у меня есть план. Но вам я его не открою. С вашим понятием о чести вы его не одобрите. Если до вечера Арамис ничего не узнает от духовника королевы... Держу парью у этого духовника королевы белокурые локоны, томные голубые глаза. Говорит он нежным голосом. Пора прощаться, милая Рене. Сейчас закроют ворота монастыря. Настоятельница умоляла меня не рисковать, если узнает, что она скрывала у себя герцогиню де Шеврес. Ты твердо решила уехать в Англию, Марин. Мне нельзя оставаться во Франции. Король и кардинал только ищут повода покончить со мной. Я уеду через два дня. Ой, неужели мы больше с тобой не увидимся? Я найду способ сообщить тебе, когда поеду, чтобы ты мог проводить меня до заставы, мой дорогой друг. Мария, если тебе удастся повидать королеву... Я помню твою просьбу, Рене. Завтра королева приедет в монастырь помолиться, а на самом деле простится со мной. Я постараюсь узнать все об этой бедняжке Бонасье. Прощай, мой прекрасный мушкетер. Прощай. Прощай, моя отважная герцогиня. Не выпускайте в них, ты убрешь, убрешь. Держите, убейте же, убейте, убейте. В чем дело? В чем дело? Гранат не селее. А то же, откройте, ради бога, датаньян, датаньян. О, шевелите! Что с вами? Что с вами, датаньян? Ну и ведь. Ну и в какой день, четыре часа ночи? Затем обидеть. Затем обидеть же, лепси. Да вы весь вражитель. Что случилось? Атос. У нее на плече выжжена Лилия. Лилия? У? У нее. У миледи Винтер. Атос, послушайте. Вы уверены, что та женщина действительно умерла? Та женщина? Та ваша жена. Садитесь. И рассказывайте. Я вам говорил. У меня был план. Я хотел узнать о Констанции. Я почему-то уверен, что миледи замешана в ее похищении. Случайно ко мне попала записка миледи к ее любовнику. Он служит в нашем полку. Посыльный по ошибке передал записку мне. Конечно, я должен был отдать. Вы осудите меня. Но мне надо было узнать о Констанции, Атос. Я сходил с ума. В записке была странная фраза. Как всегда вы войдете через черный вход. И как всегда я встречу вас в темноте. Я воспользовался этим, Атос. Знаю, это обман непорядочный. Если бы она была обыкновенная женщина. Но она чудовище. Шпионка. Может быть, убийца. Словом, я пришел. В первые минуты она ничего не заподозрила. Не подумайте, что она начала с нежности. Напротив, она начала с того, что потребовала. Как она думала от своего любовника. Чтобы он убил некого Гасконца Д'Артаньяна. Которого она ненавидит. Из-за которого на нее обрушился гнев кардинала. Она настаивала. Сулила золото. Называла этого Гасконца трусом. Дураком. Ну, я не выдержал и зажег свечу. Атос. Мне хотелось ее смутить. Пристыдить. Испугать, наконец. Какое там. Она вскочила. Страшная. Бледная. Я удержал ее за тонкий пингвар. Батист разорвался. Обнажились плечом. Негодяй. Негодяй. Ты умрешь. Ты умрешь. Ты умрешь. Ты умрешь. Умрешь. Она схватила киржал и бросилась на меня. Атос, вы знаете, я не тут. Меня не испугают ни гвардейцы кардинала, ни толпа вооруженных людей. Но тут я испугался. Атос. Она напоминала змею, выпустившую жало со смертельным ядом. Ты уйдешь. Ты должен уйти. Ты не уйдешь. Я увязала, Атос. Ты должен. Выскочил из ее комнаты, закр снаружи дверь на ключ. Нет. Нет, ты не уйдешь. Не уйдешь. Я не выпущу. Я не выпущу слуги. Слуги держите его. Уберите его. Уберите его. И помчался по улице так, как не бегал даже в горах Гаскони. Атос – это тигрица, пантера. Это не женщина. Атос – это она. Лет 25-26. Светлая блондинка, голубые глаза. Черные брови, длинные черные ресницы. Очень белая кожа, нежный румянец, изящная фигура. Она может очаровать, закружить. Я хочу ее видеть, Д'Артаньян. Берегитесь. Берегитесь, Атос. Вы пытались убить ее. Она способна отплатить тем же. И она-то уж не промахнется. Я должен увидеть ее. Главное, теперь я знаю точно. Она – шпионка кардинала. Вы упустили ее, негодяки. Вы продали меня. Я приказала вам перевезти ее в огромное место под Париж, где ее никто бы не нашел. Но перевезти ночью. Мы так и сделали, миледи. Ночью в закрытой карете. И вдруг всадники окружили, обезоружили, связали, угнали карету. Это были люди королевы, миледи. Я узнал их. Сколько вам заплатили, чтобы вы позволили отбить ее мерзавцу? Неужели больше, чем я плачу вам? Я не виноват, миледи. Вы же видите, я пришел сам. Но мой напарник исчез. Конечно, это он предал нас. Ты потерял след этой женщины. Теперь, конечно, она в полной безопасности. Королева укрыла ее. Я могла бы жестоко наказать тебя, трус. Миледи, я преданно служу вам. Много лет. Единственное, чем ты можешь искупить, постарайся не упустить мужчину. Этого я тебе не прощу. Запомни. Гасконец, знаю, слежу за ним, жду. Когда вы... Немедленно. Время пришло. Убей его иначе. Ты знаешь, у меня длинная рука. И ты заплатишь мне жизнь, если... Я убью его. Сегодня вечером гвардейцы дежурят в Лувре. Он возвращается поздно ночью. Один. Он будет убит. Миледи. Констанция, где ты? Куда увезли тебя? Как мне найти тебя, возлюбленная моя? Какая тишина. Ночной Париж. Констанция, где ты? Ты где? Ого! Что такое? Пуля? Это уже серьезно. Пробил и шляпу. Стреляют явно в меня. Вон, из этого угла. Пусть думает, что я убит. Так. Ползет сюда убийца. Руки кинжал. Хочет добить. Каналья! Ты думал, я убит. Пощадите. Господин. Таня, Иоанн, пощадите. Кто? Кто велел тебе убить меня, негодяй? Женщина. Ее зовут Меди Винтер. Ты продажная тварь. Ты заслужил смерть. Не убирайте меня. Не убирайте, сын. Моя любовь. Я могу рассказать вам о той молодой даме, которую вы любите. Констанция! Что с ней? Дурень и висельник. Вашей ночью мы везли ее к миледии. Нет. Но карету отбили люди королевы. Вашу даму спасли. Спасли? О, Боже! Ну, счастье твое, болван, что ты догадался все сказать мне. Убирайся, трус! Живо! Я был прав, друзья. Ее похитила миледи. В конце концов, кто она такая-то, миледи? Очаровательная женщина Портос. Заклеймена судом Франции. Лучшая шпионка кардинала. Ее любимое занятие выслеживать, доносить, убивать. У Д'Артаньяна нет врага страшнее. Хорошо уж одно то, что ваша возлюбленная вне опасности Д'Артаньян. Но я не знаю, где ее укрыла королева. Может быть, мне удастся узнать. А, духовник королевы. Везет вам на духовных апостри. Что касается вас, Д'Артаньян, я не поручусь за вашу жизнь, друг мой. Миледи начала на вас охоту. За себя я не боюсь, Атос. Ведь нас четверо. Кроме того, мне кажется, Миледи опять собирается уезжать. Когда я был у кардинала, я заметил на его столе записку. Несколько слов. Так пишу для памяти. Постойте, постойте. А, да. Дать инструкции Миледи. Трактир Красной Голубятни, 5 августа, 10 часов вечера. Ясно. Он назначил ей встречу в этом трактире. А сегодня как раз 5 августа. Я знаю этот трактир. Он под Парижем. Хозяин его мой старый слуга. Еще по прошлым годам, господа. Я иду в Красную Голубятню. Мы должны знать все, что она замышляет. Но, Атос, это опасно. Мы пойдем с вами. Я иду один, друзья мои. Ждите меня. Гитто, да-да, что угодно, сударь. О, господин граф. Чижи, Гитто. Здесь нет графа, здесь простой мушкетер. О, для меня вы всегда... Можешь оказать мне услугу, Гитто? Ну, все, что прикажете, мансионер. В твоем трактире остановилась дама. Да, да, господин граф, она наверху. Она кого-то ждет. Я должен услышать их разговор, Гитто. Ясно, ясно. Идите сюда, сударь. У печки сломана труба. Она выходит наверх, как раз, как раз вот в эту комнату. Пройдите сюда. Да, да, слышно все. От слова до слова. Прекрасно. Тихо. Я приехал вовремя. Да, да, это тот, кого она ждет. Одну минуту, одну минуту. Сударь, пройдите сюда, пройдите сюда. Вот, пожалуйста, пожалуйста, наверх. Да, да, вас ждут. Да, 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 да. Он пошел к ней, господин граф. Садитесь, миледи. Давайте побеседуем. Я вас слушаю, ваше Преосвященство. Вы поедете в Лондон. Навестите Бекингема. После истории с алмазами мансиньор, его светлый герцог Бекингем, питает ко мне недоверие. Он узнал меня. Вам не нужно его доверие. Вы явитесь к нему в качестве посредницы. Открыто и честно. Открыто и честно. Вы скажете Бекингема, что мне известно его приготовление к войне. Но что, как только он сделает первый шаг, я погублю королеву. Он поверит? У меня есть доказательства. Но если, несмотря ни на что, он не уступит? Герцог влюблен, как безумец. Если он узнает, что война будет стоить чести, а может быть и свобода королевы, он призадумается, уверяю вас. Но все-таки, если он будет упорствовать... Если он будет упорствовать, достаточно было бы найти женщину, женщину молодую, красивую, ловкую, которая желала бы отомстить герцогу за что-то, ну, скажем, за его невнимание к ней. Такая женщина есть. Затем достаточно было бы этой женщине, в свою очередь, найти какого-нибудь фанатика, протестанта, пуританина, ну, из тех, которые ненавидят герцога за его развратный образ жизни. Допустим, фанатик найдется. Вложив в руку фанатика кинжал, она спасла бы Францию. И оказалась бы сообщницей убийцы. Что вы хотите от меня, миледи? У меня есть враг. Ваше Преосвященство его хорошо знает. Он расстроил дело с алмазными подвесками. А, Д'Артаньян. Он смельчак. Мон, сеньор. Давайте меняться. Жизнь за жизнь. Отдайте мне Д'Артаньян. Я отдам вам того, которого вы так ненавидите. Не знаю, что вы хотите сказать, но мне хочется оказать вам любезность. Не вижу ничего особенного в том, чтобы исполнить вашу просьбу относительно столь ничтожного существа, как этот Д'Артаньян. Дайте мне перо и бумагу. Вот вам отпущение грехов. О, Мон, сеньор. По возвращении из Англии, с чем бы вы не вернулись, вот будет ждать граф Рошфор в местечке Арментьер. Кстати, если вас еще интересует маленькая Бонасье, она находится в Бетюнском монастыре. Это как раз по дороге к Арментьеру. Бетюн. Благодарю, мон, сеньор. Прощайте, миледи. Уйдете через час после меня. То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства решение. То, что мне нужно. Что вам надо, сударь? Кто вы? Вы не узнаете меня, сударыня? Граф Д'Л'Афер. Вы полагали, что я умер. Я думал то же самое о вас. Что вы хотите от меня? Мне нет дела, убьете вы герцога Бекингема или нет. Но не троньте и волоска на голове господина Д'Артаньяна, верного моего друга, которого я люблю и охраняю. Или клянусь памятью моего отца. Это преступление будет последним в вашей жизни. Д'Артаньян оскорбил меня. Д'Артаньян умрет. Разве еще возможно оскорбить вас, сударыня? Он умрет. Сначала она, потом он. Видите этот пистолет, сударыня? Крок взведен. Вы сию же минуту отдадите мне бумагу, которую вам дал кардинал, или клянусь небом, я пущу вам пулю в лоб. Мощь! Даю вам секунду на размышления. Вы меня знаете. Берите. И будьте прокляты. Теперь, когда я вырвал у тебя зубы Египна, кусайся, если сможешь. Мои проклятие. 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 Сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года в Ришелье. Да, отпущение грехов по всем правилам, господа. Я обязан вам жизнью, Атос, но Бекинген... Надо его предупредить, друзья. Как? Все отношения с Англией уже прерваны. Послать письмо лорду Винтеру. Такое письмо нельзя поручать почте, Арамис. Дело в том, духовник королевы... Если вы будете смеяться, господа, я не скажу ни слова. Продолжайте, Арамис, мы серьезны, как пуританы. Словом, он уезжает в Англию завтра. Я увижусь с ним, передам письмо и узнаю о вашей возлюбленной, Д'Артаньян. Я поняла, Рене. Передам письмо лорду Винтеру, а на словах скажу, чтобы он оберегал герцога Бекингема. Теперь о нашей бедняжке Констанции. Все верно, она в Бетюнском монастыре. Вот записка королевы к настоятельнице монастыря. Благодарю, Мария. Мария, ты будешь помнить обо мне? Всегда мой прекрасный мушкетер. Прощай. Береги себя, моя любовь. Прощай. Настоятельница Бетюнского монастыря надлежит передать на попечение того лица, которое вручит ей это письмо, послушницу, поступившую к ней в монастырь, по моей рекомендации и находящуюся под моим покровительством. Лувр, 10 августа 1628 года. Анна. Господа, я иду к Детревилю просить отпуск. Я всегда рад помочь вам, Артаньян, вы знаете. Но раньше, чем через неделю отпуск дать не могу. Ни вам, ни вашим друзьям. Завтра король едет осматривать укрепление. Мушкетеры и гвардейцы должны сопровождать его. Через неделю вернемся в Париж и тогда... Положение серьезное, Артаньян. Англия готовится. Бекингем стянул в порт все войска. Вот что написано в письме, милорд. Миледи выехала в Англию. Она лелеет чудовищные замыслы. Вы считаете ее своей наследницей, лорд Винтер. Но она вступила в Англию в брак с вашим братом, будучи уже замужем во Франции. Если вы пожелаете узнать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече. Какая страшная женщина, Винтер. Я и сам не знал всех ее преступлений, милорд. Вчера умер наш старый врач. Перед смертью он покаялся мне в ужасном грехе. Оказывается, мой брат умер насильственной смертью. Эта женщина, миледи, дала ему яд, а врача заставила молчать под страхом смерти, чтобы получить наследство. Утром она прибыла в порт, и я прямо со шхуны отвез ее под охраной в свой дом. Прошу вас, милорд, подписать приказ о ее ссылке в дальней колонии. Давайте приказ. Кто ее охраняет? Офицер, преданный мне душой и телом почти как сын. Если ваш офицер молод, это опасно. Фельдтон Пуританин. Настолько фанатичный, что несмотря на молодость, прямо с отвращением относится к любым мерзким радостям. Чары, миледи, будут тут бессильными, милорд. Вот приказ от ссылки, Винтер. Я подписал. Ссылка? Вы с ума сошли, лорд Винтер. Я свободная женщина, лед Винтер, ваша невестка. Зачем вы приехали в Англию, сударыня? Повидать вас, лорд Винтер. Вот мы и увиделись. И будем видеться каждый день. Надеюсь, вы не терпите никаких неудобств. Я должна остаться здесь? Я пленница? Миледи, на какую ногу был поставлен ваш дом при вашем первом муже, французе? Я заведу здесь те же порядки. Римаил. Впрочем, я могу спросить его. Ведь он еще жив. Вы оскорбляете меня, сударь. Ступайте прочь. Пришлите мне горничную для услуг. Стоит ли? Женщины болтливые, сестра моя. Вряд ли вам захочется, чтобы она помогала вам раздеваться. Семейные тайны. Ай, наглец. Я убыщу вас. Тихо, тихо. Я знаю, у вас есть милая привычка убивать людей. Но я буду обороняться, предупреждаю. И не пытайтесь укусить. В Англии есть судьи. Они смогут вынести приговор женщине, которая бесстыдно пробралась на супружеское ложе моего брата при живом муже. Отравила его. Да, 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 да. Есть показания врача. Эти судьи передадут вас палачу, и он сделает вам второе плечо, похожим на первое. Фельдтон, пойдите. Слушаю, милая. Посмотри на эту женщину, Фельдтон. Молода, прекрасна, обладает всеми чарами земными. Но это чудовище, Фельдтон. Она совершила столько преступлений, что и за год не насчитаешь в наших архивах. Она попытается обольстить тебя, быть может, убить. Фельдтон, я твой благодетель, почти отец тебе. Сын мой, оберегай меня и сам берегись этой женщины, пока я не отправил ее в колонии. Какой она веры, милот. Католичка, как все французы. Я полагаюсь на тебя. Можете быть спокойны, милот. Для меня нет ничего ненавистнее земных грехов. Я вернусь к вечеру, Фельдтон. Будь осторожен. Он лжет. Если вам ничего не нужно, сударыня, я удаляюсь. Стойте. Он лжет. И беспомощный. Я жертва. Католичка. Если бы я согласилась переменить веру, меня бы не преследовали, не мучили. Вы не католичка. Вы... Да, Фельдтон, да. Я протестантка. Я вашей веры. Я твоей веры, Фельдтон. Фельдтон. Брат мой, поверь, друг мой, спаси меня от него. Спаси измученную сестру твою. От кого спасти? От лорда Винтера? О, нет. Нет. Лорд Винтер только в Руде. Есть враг страшный, гнутный, развратный. Тот, кто решил страшно отомстить мне за то, что я не поддалась его грязным домогательствам. О, Фельдтон, убей меня. Избавь меня от позора и греха. Убей меня, брат мой. Сестра моя, несчастная, встань, встань. Слини на мое плечо. Я не стыжусь обнажить его перед тобой. Смотри, Фельдтон. Илья, клеймо. Клеймо Франции, боже. Да, клеймо. Он хотел насильно овладеть мной, но я ударила себя кинжалом. Вот этим, Фельдтон. Вот он, он всегда со мной. Он пытался заставить меня отречься от веры. Я не отреклась. Брат мой, я осталась верна нашей религии. И тогда, О, тогда он сделал самое чудовищное. Он связал меня, привел палача. Убей меня. Он лжет. Меня не отправят в колонии. Он снова начнет мучить меня, вынуждать стать его любовницей. Убей меня. Убей меня. Нет, я не убью тебя. Я спасу тебя, сестра. Я сам пойду к нему, я заставлю его отменить приказ. А если он не согласится... Сестра моя, дай мне твой кинжал. Я направлю его в другое сердце. Я должен совершить это. Не только для тебя, для Англии, для всех протестантов, пуритан. Сестра, мы сейчас же поедем в порт. Я знаю шкипера, который по моему приказу перевезет нас во Францию, после того, как... Ты ведь будешь ждать меня на шхуне, сестра? Да, я буду ждать тебя, брат. Мы отплывем вместе. А если ты не придешь, я останусь и разделю твою судьбу. Да, да. Мы вместе умрем за веру. Да, да, конечно, умрем. Умрем. Только сначала ты... Помни, ты взял мой кинжал. Бежим, Фильдер. Скорее. Ну, скорее бежим. Сударь, вы соображаете, с кем вы говорите? С герцогом Беккенгем. Отмените приказ, милорд. Я слушаю вас только потому, что знаю, как к вам относится лорд Винтер. Вы странно ведете себя, господин Фельдтон. И вы подписали приказ без угрызений совести? Нет, положительно. Это странно. Угрызение совести. Миледи преступница. Ссылка для нее равносильно помилованию. Миледи Винтер ангел. И вы это знаете, милорд. Да вы сошли с ума. Как вы смеете так говорить со мной? Бойтесь превысить меру своих преступлений, милорд. Да простит меня Бог. Он, кажется, угрожает мне. Хара Всевышнего обрушится на вашу голову, милорд. Господин Фельдтон, извольте отправляться под арест. Берегитесь, милорд. Вся Англия устала от ваших беззаконий. Бог накажет вас на небе. Я накажу вас на земле. Вы не отмените ваш приказ. Убирайтесь к черту. Слуги! Слуги, черт побери! Вас никто не услышит, кроме Бога. Вот его кара! Придателем! Ты убил меня! Милорд! Я опоздал! Опоздал! Да, мой бедный Виттер, и умирай. Я увидел эту женщину на шкуне, отплывающую во Францию, и все понял. Ну, я опоздал! Опоздал! Что? Она отплыла? До того, как... Да! Да, несчастный! Она бросила тебя! Ты был орудием ее преступления! Сначала понесешь наказание ты! Но, клянусь памятью моего брата, твоей сообщнице не удастся спастись! Его Преосвященство Монсеньору Кардиналу де Ришельея. Вы можете быть спокойны, ваше Преосвященство. Герцог Бекингем не поедет во Францию. Миленди, Булонь, 25 августа. Я направляюсь в Бетюн, в монастырь Кремлиток, где буду ожидать ваших приказаний. Видите, Рошфор? Незаменимая женщина эта леди Винтер. Прикажете мне ехать в Бетюн, Монсеньор? Не спешите, Рошфор. У Миледи там есть свои дела. Но ей повезет, если она успеет все сделать до приезда туда, до Артаньяна. Я слышал, господин Детре-Виль дал отпуск ему, его друзьям. Миледи очень повезет, если она успеет. Наконец-то я нашла вас, милая Констанция. Наконец-то я вижу ту, которую так любит мой друг Детаньян. Значит, он говорил вам обо мне, леди Винтер. Тысячу раз. Он поверяет мне все свои сердечные тайны. Иначе откуда бы я узнала, что вы здесь, в монастыре. Ах, моя милочка, я ведь тоже жертва кардиналов. Я бегу от него. Бегу из Франции. Моя карета тут, возле калитки монастыря. Лошади не расседланы. Я остановилась только, чтобы повидать вас. Мои мучения скоро кончатся, сударыня. Может быть, уже сегодня я увижу его. Он приедет за мной. Что? Д'Артаньян будет сегодня здесь? Я получила письмо. Вот, смотрите, читайте. Почерк Шеврес. Милое дитя, будьте наготове. Наш друг скоро приедет и вырвет вас из тюрьмы, где мы вас укрыли. Да. В письме все ясно. Значит. Слышите? Может быть, это Оман? Это они? Посмотрите в окно. Я так волнуюсь, я ничего не вижу. Боюсь, что вы ошиблись, Милочка. Это... Да. Это... Это скачут гвардейцы кардинала. Я не сказала вам. Д'Артаньян предупредил меня, что кардинал может снова попытаться похитить вас. Нет, не может быть. Это... Это Д'Артаньян. Это люди кардинала. Надо бежать. Дитя моё. Бежать я не могу. Мне нехорошо. Я слабела. Моя карета здесь. Мы успеем. Скорее. Скорее. Милочка, мужики, тёры. Красные перья наши. Последний раз. Вы идёте, теперь нет. Я не могу. Ставьте меня. Бежать одно. Бежать одно. Оставить вас здесь. Но нет. Нет. Вино. В перстне ещё достаточно яда, чтобы всё кончилось быстро. Выпейте вина, Констанция. Выпейте. Оно придаст вам силы. Ну, ну же, пейте, пейте, ну. Благодарю, благодарю. Не так хотелось мне отомстить, но приходится делать то, что возможно. Прощайте, милочка. Прощайте. Что это? Закружилась голова. Д'Артаньян. Ты, Д'Артаньян. Констанция, Констанция. Слава Богу, кажется, успели. Если бы на записку королевы, нас бы не впустили. Д'Артаньян, любимый мой, наконец-то ты приехал. Ты не обманул меня. Как она не уверяла, что это не ты, а люди кардиналы. Я не захотела бежать. Как хорошо, что я не захотела бежать. Она? Кто это она, сударыня? Та, которая хотела укрыть меня от моих гонителей. Друг Д'Артаньяна. Она только что убежала отсюда. Мой друг? О ком ты говоришь, Констанция? О той, которой вы все рассказали. Боже мой, у меня мутится в голове, темнеет в глазах. Помогите, у нее холодеют руки, ей дурно. Здесь есть вино, я сейчас налью. Не трогайте, Арамис. О нет, это невозможно. Бог не допустит, бедняжка. Бедняжка. Слава Богу, она приходит с тебя. Констанция. Здесь ты не уходи. Сударыня, ради Бога, чья это пустая рюмка? Это моя, сударь. Кто вам налил вино, которое было в рюмке? Она вспомнила. Миледи Винтар. Ай, дьявол! Атос, Атос, неужели ты допускаешь? Я допускаю все. Миртаньян, не оставляй меня, я умираю. Партуз, Арамис, бегите, зовите на помощь. Помогите. Бесполезно. Помогите. От яда, который дает она, нет противоядия. Помогите. Миртаньян. Констанция. Констанция, нет, нет. Она, она, она умерла. Нет! Констанция. 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 Я не ошибся. Это вы, господа. Конечно, вы, как и я, разыскиваете женщину. Она, наверное, побывала здесь, ибо я вижу труп. Вы не узнаете меня? Я лорд Винтер. Добро пожаловать, милорд. Вы видите. Оба умерли? И она, и Д'Артаньян? Он только в обмороке. Констанция. Он приходит в себя. Кобедный друг. Друг, будь мужчиной. Женщины оплакивают мертвых. Мужчины мстят за них. Да, да. Найти ее, скорее, отомстить. Она не уйдет от нас, я отвечаю. Это мое дело, господин Атос. Она моя невестка. И мое, милорд. Она моя жена. Она моя жена. Кто там? Откройте. Я Граф Ден Аферт. Граф Ден Аферт? Я обойду, кто мне нужен. Идемте сомневаться. Какая тоска. Глупо было назначать Рашфору встречу в такой дыре. Этот одинокий домишко у реки. Вокруг никого. Дождь, гроза. Темная и холодная ночь. Может быть, Рашфор? Если бы. Рашфор? Вы? Кто это? Кто это? Входите, господа. Артаньян, уберите пистолет. Эту женщину надлежит судить, а не убивать. Что вам нужно? Что вам нужно? Что вы хотите от меня, господа? Шарлотта Баксон, графиня Деля Ферн, леди Винтер. Мы пришли судить вас за ваши преступления. Что? Если можете, защищайтесь. Господин Д'Артаньян, вам первому обвинять. Я обвиняю эту женщину перед Богом и людьми за то, что она отравила Констанцию Бонасье. Покушение на мою жизнь я ей прощаю. Ваша очередь, Геллард. Перед Богом и людьми я обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению убит герцог Деккинга. Ваша очередь, Геллард. Она совратила молодого офицера, вложила в его руку кинжал. Вот в эту минуту несчастный юноша входит на эшафот как убийца. Я обвиняю эту женщину в смерти моего брата, ее мужа. Чтобы получить наследство, она дала ему сильнейший яд. Теперь моя очередь. Я женился на этой женщине против воли моей семьи. Дал ей свое имя, богатство, свое первое чувство. Она надругалась над моей любовью, верой, над моей честью, скрыв, что за клеймена судом Франции как воровка, проститутка, каторжница. Вы не найдете суд, который приговорил меня. Не найдете того, кто выполнил этот гнусный приговор. На это отвечу я. Бетюнский палач. Бетюнский палач. Пощадите. Я обвиняю эту женщину перед Богом и людьми в позоре и смерти моего единственного брата, священника. Она обольстила его, заставила украсть из церкви священный чаш, говорила бежать. Брата поймали. Он взял всю вину на себя. Его приговорили к каторге и к клейму. Я, палач, должен был заклеймить его, своего брата. Господа. Узнав, что она ему изменила, брат покончил с собой в тюрьме. Тогда я разыскал эту женщину и наложил ей такой же клейму. Господа, какого наказания заслуживает эта женщина? Смертная казнь. 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 но и за те, которые вы еще совершили бы, оставаясь среди людей. Господа, пойдемте. Палач, оставайся и делай свое дело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Пусть он сам впишет свое имя. Атос, здесь по праву должно стоять ваше имя. Друг мой, для Атоса это много, для графа де ла Ферр мало. Кроме того, я ухожу со службы д'Артаньян. Я получил небольшое наследство и стану теперь просто помещиком. Портос, но вам-то чем лейтенанта как раз к лицу? А, милый друг, все изменилось. Я выхожу в отставку, женюсь на богатой вдове и уезжаю в свое поместье Пьерфон. Парамис? Увы, увы, любезный д'Артаньян, наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. Я принимаю монашество и поступаю в монастырь. Ну вот, вы все отказались. Да потому, дорогой мой, что никто не заслуживает звания лейтенанта больше, чем ты. Давай, я запишу твое имя в патент. Итак, у меня не остается больше друзей. Ничего, кроме горестных воспоминаний. Ты молод, сын мой, горестные воспоминания успеют смениться отрадными. А друзья, друзья всегда останутся верными тебе. Если тебе будет тоскливо, приезжай ко мне в монастырь. Мы вместе помолимся или выпьем доброго вина. И всегда помни, как будем помнить и мы трое. Все за одного, один за всех! Жизнь не кончена, вы правы, друзья. Шпаги на голову, господа! И да здравствует жизнь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok